Всем привет! Как я обещал, будем по чуть-чуть разбираться не только в умном доме, но и в различных, на первый взгляд, сложных вещах и терминах. В этом видео мы поговорим про сухой контакт, про принципы его работы для чего он нужен, применения в умном доме и разберем, что такое нормально открытый и нормально закрытый контакт. Название, а точнее перевод, происходит от англоязычных терминов Drive Contact и Wide Contact или сухой и мокрый контакт. По сути, это профессиональный слен обозначения различных типов дискретных датчиков, которые отличаются своими электрическими свойствами. Если говорить по-научному, сухой контакт – это простой изолированный контакт от любых электрических цепей. Эта изоляция относится к самому этому контакту. Простыми словами, сухим контактом поднимается контакт, не имеющий электрической связи с управляющим устройством, цепями питания и землей. То есть на нем нет напряжения никакого. Логическое – да, нет, открыт – закрыт. Такие контакты очень часто используются для автоматизации системы безопасности, умного дома, охраны пожарной сигнализации, датчика протечки воды, а также, как обычные кнопки – выключатель электрических сигналов. При этом сухой контакт может быть как нормально замкнутый, так и нормально разомкнутый. При этом он может быть механическим как выключатель, электромеханическим какой-то реле, электронным – оптореле, оптрон, геркон и т.д. Ну и вот схематически выглядит вот так. Самый наглядный простой пример сухого контакта – это обычное электромагнитное реле. Здесь питание подается на катушку 1, которая втягивается в сердечник 2. Он же в свою очередь механически связан с контактами 3. То есть при этом цепь управления питания катушки никак не соединена с коммутирующими контактами. Это значит, что катушка может питаться одного источника питания, а контакты будут коммутировать цепь с другим источником питания, например с напряжением другой величины или другим родом тока или вообще без него. Вот пример работы на лунном реле подключением питания 220В, переводим наш тест в режим прозвонки, и теперь узнаем, что такое нормально открытый и нормально закрытый контакт. Тут все довольно просто. NO – это нормально открытый разомкнутый контакт, соответственно нормально замкнутый, то есть закрытый контакт – это NC. Соответственно пока на реле с сухим контактом, нормально открытым контактом не подается напряжение, контакт соответственно разорван. Стоит после подачи питания на электромагнитное реле, оно замыкает контакт и цепь замыкается. Если брать нормально закрытый контакт, то пока на реле не подается напряжение, сухой контакт напротив замкнут, а при подаче напряжения на реле сухой контакт разрывается. Подключаем к нашему реле лампочку, где один провод разрезаем и пускаем его через сухой контакт. Как видим, при включении реле с сухим контактом, при условии подключения к нормально открытому контакту, лампочка загорается. Если лампочку подключить к нормально закрытому контакту, то без подачи напряжения на реле лампочка, соответственно, уже не изолированный контакт, контакт в цепь которого включен источник напряжения или контакт с заземленным одним выводом. Схематически это выглядит вот так. По сути это обычный выключатель, подается напряжение или нет. Ссылку на реле, тестер и ватметру найдете в описании под видео. Надеюсь это видео было для вас полезным. Если все просто и понятно, ставим лайк, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить другие видео про умный дом и интересные товары из Китая. Также приглашаю подписываться на телеграм-канал, где вы найдете купоны, скидки и прочее общение. Также не забывайте про группы в социальных сетях. Всем всего хорошего, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok